Сегодня, 21 ноября, Церковь празднует Собор Архистратега Божия Михаила и прочих небесных сил бесплодных. Священное Писание учит, что кроме физического существует духовный мир, населенный разумными добрыми силами, ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит «вестник». Их именуют так, потому что нередко Бог через них сообщает людям свою волю. Приставка «архи» указывает на старшинство некоторых ангелов. На иконах архангелы изображаются в соответствии с родом их служения. Михаил, когда-то свергнувший с небес падшего ангела, попирает ногами дьявола. В левой руке одержит зеленую финиковую ветвь, в правой – копье с белой хоруговью. Гавриил изображен с райской ветвью, принесенной им в знак Благой Вести, Преснодеве Марии, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом в левой. Архангел Рафаил, спутник юноши Тавии в его странстве, изображается с сосудом целительных снадобий в левой руке, а правой он ведет Тавия. А архангела Уриила Господь поставил охранять ворота в рай после грехопадения Адама и Евы. Поэтому он изображается с обнаженным мечом и огненным пламенем. Ангелы возвещают намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших. Никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем. Церковь обращается к ангелам. Молите Бога о нас. Бесплотные небесные силы — это ангелы, что по-гречески означает «вестники». Среди наиболее известных ангелов — архангел Михаил, глава Святого Небесного Воинства, а также целитель человеческих недугов — Рафаил, просветитель Уриил, побуждающий к молитве Силофиил, укрепляющий трудящихся во славу Божию Иегудиил, приносящий благословение Божие на добрые дела Варахиил, помогающий в покаянии и росте в вере Иеремиил. Особо почитается также архангел Гавриил. Его имя в переводе означает «сила Божия». Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Писании как «небесный вестник». Господь посылает его, чтобы возвестить людям свои планы о спасении рода человеческого. Так, архангел Гавриил несколько раз являлся пророку Даниилу и раскрывал ему тайны пришествия Мессии, гонений Антихриста и конца мира. Он явился в храме старцу Захарии и сообщил ему о чудесном зачатии Иоанна Предтечи. Через шесть месяцев он явился в Назарете при Снадеве Марии с вестью об избрании ее быть Матерью Спасителя Иисуса Христа. На иконах архангел Гавриил изображается иногда с райской ветвью или белой лилией в руке, которую по преданию он принес Деве Марии в День Благовещения. Природа ангелов скрыта от людей. По словам Антония, митрополита Сурожского, ангелы являют собой образ подлинной святости. Мы их узнаем, переживаем, как сияние божественного света. Сияние неуменьшенное, непотемненное, но сияние приумноженное, приносящее жизнь. В молитвах мы обращаемся к ангелам. Молите Бога о нас. Архангела Михаила называют Архистратигом, что по-гречески означает «главнокомандующий». По церковному преданию он возглавляет небесное воинство. Его имя означает «кто как Бог». По преданию именно Михаил низвергнул восставшего против Бога ангела Деницу, ставшего дьяволом и других падших ангелов. А к остальным ангельским силам Архангел Михаил обратился. «Вонмем, станем добре предсоздателем нашим и не помыслим неугодного Богу». По церковному преданию он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Так, например, во время выхода израильтян из Египта Михаил предводительствовал им в виде облачного столпа днем и огненного ночью. На Руси также любили и почитали Архангела Михаила, считая его защитником христианской веры. По преданию именно его небесная помощь помешала монголо-татарам взять Новгород. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и городских храмов. Архангельские соборы и монастыри стоят в Москве, Смоленске, Нижнем Новгороде, Рязани и других городах. На иконах Архангела Михаила изображают в виде воина, попирающего ногами дьявола. В левой руке он держит зеленую финиковую ветвь, в правой – копье с белой хоругвью или иногда пламенный меч. Сегодня в праздничном песнопении Церковь призывает вас славить все небесные силы бесплотные. Величаем вас, Архангеле и Ангеле, и вся воинство, Херувиме и Серафиме, славящие Господа. Выбор даты этого праздника не случайен. Он был установлен в начале IV века на поместном Лаодикийском соборе. Совершается праздник в девятый месяц от марта, с которого в древности начинался год, в соответствии с числом девяти ангельских чинов. Это Серафимы, что значит «огненные». Они пламенеют любовью к Богу и побуждают к ней других. Херувимы или «просвещение» – через них посылается премудрость. Далее следуют престолы – они служат правосудию. Четвертый ангельский чин – господство. Они наставляют земных властителей, учат владеть чувствами и побеждать искушения. Пятый – силы. Они не спосылают дар чудотворения святым, а также укрепляют терпение и даруют мужество. Шестой – власти. Помогают в борьбе со злыми помыслами. Седьмой – начало. Охраняют страны, народы, племена. Архангелы. Открывают тайны веры и пророчества, укрепляют в людях веру. Ангелы. В переводе с греческого – вестники. Раскрывают людям волю Господа. Наставляют верующих. Охраняют, удерживают от падений и пытаются помочь падшим. Ангелы – это также общее название для всех чинов небесных сил. Небесное воинство возглавляет архангел Михаил. Его часто называют архистратегом, что по-гречески значит «главнокомандующий». Архангела Михаила глубоко почитают на русской земле. Ему посвящено множество церквей, в том числе знаменитый Архангельский собор Московского Кремля. Верующие с надеждой и любовью обращаются ко всему сонму небесных бесплотных сил. Молите Бога о нас! Субтитры подогнал «Симон»!